Коронавирус продолжает сохранять в стране и регионе довольно прочные позиции. А это значит, что любое послабление в борьбе с опасной инфекцией может стоить очень дорого. Поэтому клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета активно борется с эпидемией. Накануне губернатор области Максим Куцый ознакомился с работой учреждения, сдал тест на COVID-19 и получил иммунный паспорт Одессита. Глава обл. администрации высоко оценил работу коллектива клиники и поблагодарил медиков за работу. Подробнее о материале наших корреспондентов. Клинику Одесского мединститута Международного гуманитарного университета, которая уже третий месяц ведет борьбу с коронавирусом, посетил губернатор Одесской области Максим Куцый. Работа над созданием Центра по противодействию коронавирусу и защите от пандемии COVID-19, а также университетская клиника МГУ, началась еще в феврале, с момента объявления всеукраинского карантина. Тогда губернатор направил обращение ко всем учреждениям и организациям региона с просьбой оказать помощь населению в борьбе с пандемией. Одним из первых откликнулись на этот призыв Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. Мы получили соответствующее распоряжение губернатора нашей области Максима Васильевича Куцова и там было сказано, что все учреждения и организации должны оказать помощь в области в борьбе с коронавирусом. Первое, что мы сделали, это зашли вот с Вячеслава Алексеевича с управлением здравоохранением. Большую аудиторию на 200 человек мы полностью переоборудовали под палатой интенсивной терапии. Клинику ежедневно посещают одесситы и жители Одесской области, желающие проверить свое состояние здоровья и сдать бесплатный тест на коронавирус. Губернатор области, впервые посетивший медучреждение, побывал в палате интенсивной терапии, которая сегодня также является обучающим центром для врачей и анестезиологов и пообщался с представителями клиники. Спасибо большое Сергею Васильевичу за приглашение. Посетил ваше учреждение, клинику. Все очень профессионально, качественно выполнено. Видно, что подход профессиональный, медицинский состав сотрудников высочайшего уровня. Огромное спасибо за такую инициативу, за помощь города, за помощь области, за проведение тренингов для специалистов медицинского направления по работе с аппаратами искусственной вентиляции легких и подготовки и повышения квалификации медицинского персонала. Университет получил соответствующую лицензию на проведение курсов повышения квалификации медперсонала. Программа обучения по работе с аппаратами искусственной вентиляции легких, а также обращением с больными COVID-19 была разработана специалистами клиники совместно с Департаментом здравоохранения. Также к работе центра подключились партнерские и волонтерские организации, которые изготовили специальные защитные экраны, позволяющие обезопасить врачей от вероятного заражения. «Наивысший пик заражения анестезиологов возникает во время интубации, тогда больше всего возникает такой врач медведей. Для этого они придумали защитную пластику вещей, простая конструкция, его используются к минусу, для того, чтобы можно было проводить все необходимые манипуляции, интубации, сопровождение санации и так далее по пациенту. Для этого этот экран полностью обеспечивает, включает попадание аэрозолия и дает соответствующий результат». Только за последний месяц обучения на базе клиники МГУ прошли более сотни специалистов, которые работают как в городе, так и в районах области. На сегодня Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета является единственным обучающим центром в регионе, где осуществляется подготовка специалистов для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, которое используется при лечении больных коронавирусной инфекцией. Губернатор Максим Куцер также изъявил желание лично сдать тест на COVID-19 и получил иммунный паспорт Одессита, в который была внесена соответствующая отметка об отсутствии антител на вирус. Напомни, социальный проект «Имунный паспорт Одессита» был разработан украинской морской партией Сергея Кивалова при поддержке Международного гуманитарного университета и Одесской юридической академии. Он представляет собой документ, в который вносится информация о прививках и результатах тестирования на наличие антител COVID-19. Эти данные в дальнейшем будут внесены в единую базу, к которой при пересечении границы владельцам этого паспорта смогут обращаться работники пограничных служб. Такие паспорта уже внедряются в некоторых европейских странах, и в Украине первой к этому нововведению присоединилась Одесса. Я стал обладателем иммунного паспорта Одессита. Уже у меня есть здесь запись. Мне очень приятно, что мы действительно находимся на передовой таких новшеств и нововведений. Уверен, что эта инициатива будет поддержана. Мы будем развивать это направление. Конечно же, мы будем внедрять подобные мероприятия и подобные документы для того, чтобы облегчить всем нашим жителям области и города возможные какие-то нюансы, связанные с будущими путешествиями и так далее, и с необходимостью наличия подобного рода документов. Для проведения бесплатного тестирования населения клиникой была закуплена партия тестов общим количеством 10 тысяч. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Тесты имеют маркировку CE. Они соответствуют высоким международным требованиям и могут свободно распространяться по всему Европейскому Союзу. Вторая партия медицинских тестов для диагностики COVID-19 определяет наличие в организме антител коронавирусной инфекции. Данные тесты также могут быть использованы во всех странах Европейского Союза и одобрены к использованию Министерством здравоохранения Украины. На сегодня тестирование является наиболее эффективным скрининговым методом для охвата большого количества населения. Такое тестирование можно регулярно повторять с определенным интервалом, что рекомендуется делать медикам, работающим в зоне риска заражения. Его можно использовать очень часто с интервалом. Очень важно это для медиков, которые по антителам у него сегодня нет, через три дня ему нужно контроль. Дорогостоящий – это физически невозможно. Сдать сутки, не выпускать его тоже невозможно. Это очень удобный метод. И он работает. Поэтому это, наверное, то, что нужно действительно популяризировать сегодня вот этот опыт наш как раз как метод для области. По случаю предстоящего дня медработника Украины за весомый вклад в сохранение здоровья наших сограждан Максим Куц отметил коллектив Международного гуманитарного университета почетными грамотами. По честной грамоте Одесской областной державной администрации нагороджуется коллектив Одесского медичного института Международного гуманитарного университета. Кого поздравляю? Вот три, второго. Магнитарного поздравляю. Спасибо большое. После посещения клиники губернатору организовали экскурсию по Одесской юрокадемии. Несмотря на плотный график, Максим Куц и все же побывал в стрелковом тире вуза, оценил уникальный музей оружия и увидел внушительную коллекцию музея редких изданий. Президент вуза Сергей Кивалов поделился с главой области радостной новостью. Одесская юридическая академия выиграла престижный грант ООН по разработке тренингового курса и учебных материалов по проведению расследования для сотрудников следственных подразделений Государственного бюро расследования Украины. Губернатор поздравил юрокадемию с очередным достижением и пообещал в ближайшее время снова посетить университет.